До начала нового учебного года остается два дня. В целом, областная система образования к началу учебного года готова. Но все-таки 1 сентября звонок прозвенит не во всех школах. Анастасия Каминская расскажет подробнее. На 29 августа 600 школ приняты органами Госпошнадзора и Роспотребнадзора. Только в четырех школах не закончен капитальный ремонт. Школа номер один в Советске – Пижанская, Нагорская и Богородская школы. До 1 октября, пока продолжаются ремонтные работы, их ученики будут учиться в других помещениях. Всего в области сегодня 565 общеобразовательных школ. Из них 78% – это школы малочисленные и малокомплектные. В таких школах большая редкость, если в одной параллели есть сразу два класса. Задача системы образования – чтобы дети сельских школ заканчивали более крупные учебные заведения. Особенностью этого учебного года будет то, что мы продолжаем снова расширять количество детей в начальной школе, которые будут заниматься по новым федеральным стандартам. И вот мы уже выходим на такую цифру – 27 тысяч учащихся первых, вторых и часть третьих классов. В этом году будет вестись активная работа по проектам «Комплексная реализация общего образования». 652 миллиона рублей было выделено на эту программу. Всего же в рамках проекта образования было получено более 2 миллиардов федеральных и региональных средств. Мы направили эти средства на повышение заработной платы учителей. Помните, в рамках национального проекта стали получать доплату в тысячу рублей все классные руководители. А в рамках комплексного проекта модернизации повышается зарплата всех учителей. И сегодня, ну не сегодня, точнее, на 1 июля этого года средняя заработная плата учителей в Кировской области составила 14 126 рублей. К концу этого года сумма вырастет на 600 рублей. Это почти в два раза больше того, что было на начало прошлого учебного года. Кроме того, значительные средства направляются на оснащение школы современным оборудованием. Это современные кабинеты биологии, химии и физики, компьютерные классы, медицинское оборудование, учебная литература, пополнение школьных библиотек. 47 школ получат современное оборудование для школьных столовых на сумму 73 миллиона рублей. Мы закупили школьные автобусы, 34 школьных автобуса, отдали школам и ряду других образовательных учреждений. Сегодня очень активно мы продолжаем работать по информатизации, закупается оборудование. Мы договорились с Ростелекомом о том, что в области начнется активно увеличиваться скорость интернета. 22 общеобразовательные школы в этом году будут участвовать в дистанционной программе обучения. Задача департамента – постепенно малокомплектные сельские школы втягивать в процесс дистанционного образования. Анастасия Каминская, Руслан Быкасов, Вести Кировская область. Руслан Быкасов, Вести Кировская область.